Так, ребята, у нас сегодня последний день отдыха, и мы хотели не снимать, просто насладиться отдыхом. Оставить камеру. Взяли ее на всякий случай, но, как оказалось, сегодня самый ветреный день. Красные флаги, типа, купаться нельзя или только осторожно возле берега. Здесь такие волны. Папа потащил Никиту в экстремальную волну. Так что она будет понимать, что делается. Соню, Соню выбросила. Папа его спасет. Если что, вы знаете, что он делает, а? Папаша у нас экстремал. Он еще говорит, что он экстремист. Экстремал. И Никита такой же. Они визжат. Коля говорит, у него плавки постоянно спадают. Соскакивает. Выйдет потом на берег без всего. Так, а вот мелкие. Играет, мы их выпроводили. Играет, песочные замки строят. Все. Сегодня ночью мы уезжаем отсюда. Даже спать ложиться не будем. Будем собираться. Пришли попрощаться с морем. С буфетом. С буфетом мы уже попрощались. Так жалко уезжать. Соня, ты расстроилась, да? У тебя песок уезжает везде. Да, я... Потом, да. Ха-ха-ха. Я и... Так, кокосы. Созрели наши. Урожай под окном. Я думаю, я возьму там маленькие кокосы и принесу мне под руку. Ты пойдешь туда, во двор, сбивать кокосы? Маленькие кокосы, которые упали уже. А. Совсем маленькие. Последний вечер, и мы идем во французский ресторан сегодня. У Сони спина двордовая. Мы все примерно такие же. Сегодня подгорели все, кто может. Начиная от мамы, да. У меня нос просто горит. Здесь устраивают свадьбы и всякие романтические вечера в честь каких-то событий. Вот тут вот дорожку постелили из огоньков. Не знаю, видно сейчас или нет, но огоньки светятся уже. И столик вот такой. Со стульями. Не знаю, то ли для молодоженов, то ли для каких-то персон. Не знаю, но здесь постоянно какие-то такие праздники устраивают романтические. Сейчас вечером все разойдутся. Пляж будет закрыт, пустой. А какая-то парочка будет со спецобслуживанием здесь балдеть. Так, сейчас мы зайдем в лавку сувениров. Дети хотят себе купить кулончики из какого-то там настоящего мексиканского камня. Вот. Крабик нашли, да? Крабик. Ой, 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 зачем вы его взяли? Камень. Малышек. Отпустите его. Кусает его. Кусает его. Кусает его. Соня его хотела пограчить. Мы вообще-то здесь будем. Нам досталось за прослепление. Мы здесь уже договорились купить. Так. Ну и где наш продавец? Коля хотел вот такой. Коля, покажешь его, как он переливается. Что это? Я не знаю, какой-то камень. Настоящий, он говорил, это вот этот. Какой-то мексиканский вот эти вот камни. Он как назвал? Натэ какой-то. Траполин какой-то. Ты положи, положи его, положи. Так, Соня, ты какой выбираешь? Покажи. Либо это крылышко или какие-то вот эти. А ты не хочешь вот этот взять, который настоящий оригинал? Я не знаю, что это за блестящее что-то. Спросите, что это за камень блестящий. Лиз, ты выбрала себе? Да, вот. Ты взяла? Ой, как красиво. Лиза, какого, оттуда? Это алкоголь. Малисечка, держи. Мне вот эти вот деревья нравятся. Мам, хочешь, ты хочешь. Идем все-таки. Не, мне не нужно. Лиза, как это выберите? У нас такие цвета есть. Хочешь? Вот черепашки есть. Маленькие, смотри, какие маленькие есть черепашки. А вот смотри, какие уже готовые красивые пирамиды их местные. Вот этот, да? Очень красивый. Смотри, look at this one. Он такой страшный с красными глазами леопард. Мама, а зачем это? Мам, зачем это? Это одевать кончик, это на веревочку вешать на шею. Это для девочек маленькие, это для девочек. Сердечки. Возьми он какую-нибудь черепашку. Пап, ну можно. Это что, неклусы? Никит, возьми пирамиду. Не хочешь? Это что, неклусы? Ты можешь уже одеть его. Одевай, мы заплатим. Санечка, не переживай. Уже можете одевать. Папа заплатил. Цените, Лизочка. Красотка. Пойдемте, все. Сувенир из Мексики. Все с кулончиками. Папочка, почему я кулончик не купил? Деньги закончил. А, окей. У меня же пакетский. Давай меня. А у Никиты голубой же, у меня здесь розовый внутри, а у Никиты голубой. Так, мы опять идем в наш местный ресторан. И последний раз по вот этому подбережью. По этой тропинке. Соня, там что-то Коля, Никитя вешает. Опоздаем, потом будем вешать. Сегодня мы наплескались на волнах. Давай, идем! Деньги. Сегодня были большие. Самое было большое веселье на волнах. Некоторые удары по спине были прям такие чувствительные, как шлипкие такие. Вот этот ресторан, к которому мы идем. С колоннами. Французский. Я ни разу не пробовала французскую кухню, только левушек ела. Но это был не французский ресторан. Знаете, ты все уже пробовала? Нет. Это был китайский ресторан в Воронеже. Название этого ресторана я произнести не могу. Какое-то браселье какое-то. Браселье. Браселье. Нет, браселье, наверное. Браселье. Так, наконец-то мы сюда идем в светлое время суток. Ой, как плохо. Освежая. Немножко мятая вся. Тут живая музыка. И они. Так, со ступенек не упасть бы. С камерой с этой. Вау, как красиво. Это наконец-то мягкий ресторан. Потом сейчас вылез. Спасибо большое. Лиза, ты будешь китс меню? Тебе обратились, принцесса. Соня, сеньорита. Соня, сеньорита. Соня, соня, сеньорита. Соня, соня, сеньорита. Ты посмотри на меню. Тут слова, которые я не могу сказать. Это французская кухня, Коль. О, Коль, ты опять пинаколаду, да, Коль? Коля побил все эти рекорды по пинаколаде. По выбиванию пинаколаду. Коля выбил пинаколаду. У меня какие-то хрустящие креветки. Запах не описать. У Соня хрустящие креветки. У меня тоже, у меня тоже соня. У нас три одинаковые. Три одинаковые мы заказали, да? Ну, я другой заказала. Я думаю, что этот будет более хрустящий. Соня, я думаю, тебе понравится. Соня пробует креветки первый раз в жизни. Соня такая напряженная. Дома ее не заставившись это есть. Не нравится, да? Пока. Даже креветки Соня начала в Мексике есть, чего никогда не было. Смотрите, цветочки. Вина. Я себе, в отличие от других, они все заказали луковый суп. Я посчитала, что луковый суп – это скучно. И заказала себе капучино из лобстера, из лангуста. Я буду сейчас как-то ложкой или пить, или что мне надо? Ложкой. Я буду сидеть и скучать. А тебе не принесло? У тебя какой суп? А я не стал супом. Ну, а ты бессупный. Лиз, вкусный луковый суп? Да, очень. Я берегу место. Вот так, молодец. Я берегу место для куска мяса. Сейчас маленький такой принесут, будет тебе кусочек. У меня я глотнула такой непонятный вкус, но вкусно. Те, кто любит этих лангустов, это очень вкусно. Это чтобы хлебать, брать за ручку и хлебать. Это сковородочная, это мини-сковородочная кастрюля. Мини-сковородочная кастрюля. Это никакая не тарелка, понятно? Мини-сковородочная кастрюля. И если вы будете здесь, тогда обязательно сидите, и попробуйте. Мама, знаешь что? Мама, знаешь что? А знаешь что? Челую кастрюлю супа, я бы не выдержала целую кастрюлю. Я бы выдержала, наверное. Вот это вот мясо принесли, Коля. Я знаю, это как это, типа пермишель прозрачный что ли? Да, пермишель. А? Соня рыба красная, жарная сорма, да? Ну, полилицо. Так, а у меня лобстер на мясе, на говядине. Такое вот, сказала, что это популярное у них блюдо здесь. Это кусочек лобстера, не маленький, да? Смотрите, лобстер такой мягкий, во рту тает. Официант сказал, Никите, горячий. Он, наверное, знает это русское слово, горячий. Сейчас папа порежет, Никите, кусочек мяса. Мягкий, да? Так, Лизе принесли ребрышко ягненка. Для принцессы принесли, он его, официант, принцессе называет Лизочку. У меня крем-брюле. Сеньорита, крем-брюле тебе принесли. Ну, это поездки, дети побили рекорды по пиноколаде, по потреблению пиноколады. Дрители, можете ли я вас относить, как съесть? Так, а это нам презент принесли. Шкатулочка. Компетки в шоколадной коробке, представляете? Сейчас я свершу зверство, отломлю крышки кусочек. Ой. Ой, тихо, тихо, тихо. Это конфеты, не место, не крышки. Вкусный шоколад, черный. Никита, тебе зеленый? Нет. Сейчас побалишь, лично не будет. 5 минуты. Лейтер. Обгрызли все, все попробовали, все подкусили. Так, жалко. Представляете, какое количество шоколада. И все это выбросят, я не могу. А эти? Эти даже дети уже не лезут. Сейчас пойдем, Соня, сейчас пойдем. Да я, собственно, и сам особо там поговорялся. Так, сейчас мы пойдем в лобби. Да, мам. И, скажем, попросим, чтобы нам сделали чек-аут сразу. А ночью просто уедем потихоньку и все. Так, люди идут на ночное шоу. Одни мы не ходили на ночное шоу здесь. Мы идем в этот, как вон, в ресепшн. Чек-аут делать. Вот, чтобы уезжать. Будем начинать уезжать. Наши отъезд оформлять. А вот время в Нью-Йорке, в Мадриде и в Канкуне. Ну что, вот и подошла к концу наша поездка. Наш отдых закончился. Собираем чемоданы. У нас поздний вечер. Я в халате. Сонечка за телефончиком, как всегда. Маленький папа увел в его номер, чтобы они поспали. Мы ночью приезжаем. Вот, сейчас мы упакуем все вещи. Немножечко отдохнем. И среди ночи поедем. Все. Мама, иди, смотри. Такие красивые застежки и застежки. Все наши чемоданы готовы. Уходим. Свет надо не забыть выключить. На выходе. Ключи взял мы. Сонные глаза красные у детей. Где нам? Разгорнуть. Пошли нам. У всех красные глаза. Да, да, не ори. Надо будет на ресепшн отдать. Да. И срезать браслетки. И на паспорт давай оставим? Конечно. Вы представляете, мы здесь неделю были. И была безупречная погода. И наконец дождь пошел. Мексика плачет, провожая нас. Дались? Да. Она не хочет, чтобы мы уезжали. Так, все, резорт весь спит. Одни мы. Полуночники. Надеюсь, что кто-то есть. Вообще, нам должны срезать браслетики наши. А там что-то пусто. Вот эти вот сейчас нам отрежут. Срежут. Вернее. Они отрежут. Самбади, help us. Все. У Сонни след от браслета. Срезали браслеты с нас. У меня здесь белая белая. У тебя тоже белая, да. Да. Все, идем на остановку. За нами сейчас приедет маршрутка. Такси. Я думаю, на остановке нам сказал этот турагент наш. Сразу рубанулась Лизочка, успела поспать. Да, все остальные мучаются. Сидим в среди ночи, где-то в Мексике. Посреди джунглей, можно сказать, потому что здесь вокруг джунглей. Сидим вот так вот. Ночью. Одни. Никого нет вообще. А, ну вон какие-то работники идут. Так, вот на этой маршрутке мы приехали. Как маршрут такси, мы одни здесь ехали. Да, типа газели русской. Вот такие вышины нас привезли в нужный гейт, откуда мы будем улетать. Именно где Юнайтед американский. Мы прилетели, ой, приехали на три часа раньше. Самолет у нас утром. Сейчас мы пройдем регистрацию. Холодно, да? Сейчас корпуску достану. Так, вот Канкуновский мексиканский аэропорт. Сейчас мы пройдем регистрацию и три часа будем спать где-то на скамейках. Зарегистрировались, напечатали тикеты, билеты самолетные. 18 билетов у нас. Кошмар. Стопочка такая. А мне холодно. Холодно, да, мы привыкли к мексиканскому климату горячему. И теперь нам холодно в кофту. А мне интересно, будет нам холодно? Я не знаю, потому что мы когда прилетели, нам было очень плохо от жары. А улетали, нам было отлично. Так, вообще безлюдно. Пустой аэропорт абсолютно. Такое чувство, как будто несколько человек так прыщат к самолючим. Замерзла, бабочка. Тебе дать мою кофту? Дать? Холодно. Холодно, да? Куда-то папу послали нашего. Куда-то очень далеко послали. Ой, как спать хочется. Дети, хочется спать? Да, я хочу спать. Соня, ты же вообще не спала даже в автобусе, в этом машине, да? Вообще не спала. А мне не надо заснять. О, холодно. О, ужасно. У нас в доме холодная кровать. Ну что, в доме? Давай, я тебе дам. Никита в моей кофточке. Замерзла, я свою кофту им даю. По очереди носят. Степа помещает у вас вот все, что есть. Потом тебе. Не, мне нормально. Нет, я нормально. У нас в доме такая холодная кровать, а у меня дом в комнате, на моей кровати, там такая теплая. Ты имеешь в виду дома в Спакене? Да. Прошли в таможню и сразу вышли в другой мир. Дьюти-фри. Все красиво, шикарно. И мы уже не в Мексике. Текуилерия, по-моему. Где Текуилерия, а? А что это значит? Текуила, протарается. Смотрите, какие красивые здесь лиры подаются. Супер. Мексиканские. А то мы их купили, да, дети? Саня, проволокой замотали. А вот тут, Саня. Керамическая все, да? Да. Идем. Все, мы приземлились, и теперь это наше лежбище на ближайшие три часа. Или уже три-два с половиной. Ну, короче, долго мы еще сейчас будем проверять и быстрее деть. В первую очередь, вай-фай есть или нет? Нет, да? Магнит, я пока не... Папа с Никитой. Никиту не видно. Вот, теперь видно. А мама у окна. И мы. Да, я съела специально у окна, чтобы поснимать чуть-чуть, как-нибудь прилетать. Да, прикольно. Вы все уставшие, не выскучившиеся, да, Лизочка? В один ночи встали. Смотри, к нам ухо пришло. В один ночи мы уже выехали. Да. Смотри, ухо пришло в гости. Да, да. Вот тут, Санечка. Видишь, ухо? Ухо пришло в гости. Ухо? Ухо пришло, что ли, в гости пришло? Да. Смотрите, Никитина ухо пришло в гости. Где? Вот, ну, сейчас я его схвачу замок. А-а-а! Вот мы сейчас вот здесь, и нам нужно вернуться вот сюда. Наш ходной спакет. Наш ходной спакет. Мы так уже хотим туда быстрее. Ваши ходи на ножки. Ухо. Сонечка синего встала, Молос. Вот, замечательный танк. Молодцы. И я тоже с вами на месте не спорюся. Наконец-то. В минут 15 мы уже стояли в очереди на вылет. Все, погнали. Все. Мы едем вот тут рядышек. Наконец-то наш родной спакет. Наш спакет с высоты птичьего полета. Дети. Я уже к нему привязалась, к этому городу. Дети его любят. Родные все, где родились здесь. Речушечка наша, в которой мы купаемся. Так, вот это мы, наверное, на Апривер. Ох, над Апривером летим. Сейчас мы над нашим домом полетим. Значит, там наш дом. Вот, смотри, развилочка. Вот, гольф-поле. Над гольф-полем летим. Ох, над гольф-полем нашим летим. Ма, 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 ма. Ты здесь видишь? Да. Это гольф-полем наше. А там школа ваша. Да, вон синяя. Вот тут школа. Вот, вот школа ваша. А вот там наш дом. Наконец-то мы сняли наш дом с высоты птичьего полета. Мама, мама. Мама, дорогая. Ай, что это? Нам так выклонился и не успел его снять. Вот там-то он. Больница, госпиталь, фри-вей. И сейчас мы по этому фри-вей поедем домой, вот по этой дороге. На нашем автобусе. Она не вцеплена, айс. Все не заселится. Все время была. Покажи, Вов, как она цеплялась за ручки. Сейчас, подожди. Вот так она все время. Мама. Все, мы садимся. Мама, смотри. Ай, фри-вей, фри-вей. Фри-вей наш. Смотрите, как мы близко к нашим. Мама. Мама. Что? Сейчас коснемся. Давай, давай, давай. Вы это слышали здесь? О, серьезно. Вот это тормоза. У него вот эти, ну, это, опускаются на крыльях штуки. А Никита говорит, у него капот закрылся или открылся. Капот. Весело, да? 84. 84, так что можем шовку снимаем. 84, жарко. Спасибо. Соня, офигеть, она всего кури уже изцарапала за эту поездку. Соня. Вот наш аэропорт маленький. Так он маленький. Да, да. Тебе прям все зубы, папа. Папа, впереди. Ой, такой сухой воздух. Соня, забудем. Сухой еще. Две на ощупь. Наш вот. А может, это... Наша, да? Пришлось, смотрите, наш чемодан сдать в багаж в этом самолете не помещался. И у нас он без пометки. Так, остальные у нас чемоданы помечены фиолетовой веревкой, и мы будем забирать в нормальном отделении. Слушай, после всех этих аэропортов наш спокинский аэропорт. Как это, как избушка какая-то. Что, нет? Мне очень нравится здесь. Нравится. Они такие большие. А этот такой маленький, как будто... Уютненький. Туалет такой уютненький. Да, уютненький. Не у него сухой? Мне сухой нравится. Сухой нравится воздух, да? Как бушек, бушек, не знаю. Вот как наши коти. Да, вот она без нас долго не проживела. Да, совсем недавно мы его там сдавали. Наш багаж проверяли. Вот там раздевание было. Называние сейчас, мы уже... Так. Неделя назад было. Ну, ты когда думаешь, они нас узнают? Кто они? Ну, те, что нас там делают. Да нет, конечно. Представляешь, сколько они за день пропускают людей. Так, значит, наши чемоданы сейчас должны выпустить в ленку. Ну, поехали. У нас там пустотянут. На зеленой этой, белыми буквами. Многие бакси выглядят одинаково. Пожалуйста, вы найдете свои чеки для вашего баксона. Многие выглядят похожи, одинаковые. Берут чужие. Поэтому мы и навязали их. Да, фиолетовые веревки. Потому что люди забирают, думают, что это их не посмотрят. Все время проверяю браслет. Все, да? Мне все время кажется, что он все еще здесь. Так, наш едет. Чемодан с фиолетовой. Все, погнали. Сейчас мы едем домой. На улице 84. Почти как в Канкуне. Только разная влажность, поэтому ощущения разные. В Канкуне 84 чувствуется как 100. Андрея сейчас звонит. А кто это там спит? Кто это спит? Кто это спит? Бебик валяется. Лечейный. Все. Welcome home. Sweet home. Ну, там хорошо все равно было. Варочка, Лисочка, сюда. Сейчас наш автобус приедет. За папой идите. Автобус. Жара какая здесь. Можешь. Жарко. Жарко. Это нравится. Ничего себе. Мама, это... Как в Канкуне. В Мексике. Как в Мексике жарко. Это в Лампе. Только не важно. Если здесь такое. Так, наш автобус. Наконец-то. Поехали. Едем домой. Ура, 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 ура. Папа за рулем уже. Как ни в чем не бывало, да? Это можно прям... Можно такие легче держать. Волны там, которые были очень большие. Нужно там было прыгать, чтобы их... Перепрыгнуть, чтобы они тебя не потопили. А потом Соня на этой одувалке, она там просто сидела. Ее так... Ну, вот над этими местами тоже летели. Все это видели. Вот так. Вот фри-вей этот, который я снимала. Мы летели вот там. Я показывала фри-вей. Вот этот фри-вей. Так, совсем недавно мы были в небе. Где там самолет вон он полетел. А теперь мы уже в машине и дом. Мы же в самолет взлетим. Светхолм наш целый. Он хоть стоит тут. О, и пенек у нас есть. И пенек еще даже не убрали, да? Не убрали. Где наша Котя? Тися, тися. Ну, я думаю, что они следили за нашим домом. Вот эти соседи. Они дотошные. Я думаю, что они сюда ночами тут строжили. Где Котя? Котя! Нету. Зовите, зовите. Я думаю, что она сейчас будет... Ой, как душно у нас. Кондиционер не работал. Зовите Котю. Наш дом. Как собирались, еще вещи валяются. Котя! Нету, Котя. Я один день ее долго звал, не пришла. Второй день. Лежу, орет. Орет, да? Не, бежит. Орет. Прибежала. Вот она. Котя, что-то тащит. Мышь. Она мышь поймала. У нее полно еды, она мышь ловит. Кошмар. Соня, зачем ты держишь мышь? Мышь за хвост. Соня! Соня, ты что делаешь? Ну и куда ты ее теперь? Я просто буду помыть мышку. Соня спасает мышку. Ну и что за дети, а? Путика, у меня хомашка. Соня, убежала мышка или все? Я ее не сломала. Ну, она убежала или она уже умерла? Мышка. Мой мышку. Алесик, как куча! Соня, помой руки обязательно. Конечно, мурчит. Котя, ты тут живая, чистая. Ой, ну все, все, все. Ой, такая большая. Папа, ничего себе. Соня, папа, смотри. Котя, грязная. Папа, знаешь что? Папа, Соня, знаешь, ты за хвост взяла? Ай. Сосед, который охранял наш дом. Папа! Папа, Соня, папа, 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 Соня, мы же за хвост взяла. Котя, Соня отняла у нее муж за хвост и бросила в забор. Так, ну что, наконец мы дома. Ура! Ой, Котя, ты чего там ходишь в ось? Что-то она какая-то странная. Не отпускайте ее. Не выпускайте ее, пусть она дома. Пусть дом побудет, а то она стала без нас от нас. У нее голодая мама очень. Да нет, у нее полно еды всякой. Ой, она к мышке, наверное, просто хочет. Так, на этом мы заканчиваем наш сериал мексиканский. Там столько будет видео. Заканчивается там, где и началось. Да. Дорогие зрители, если вам понравились наши видео, то поставьте лайки. Спасибо, что вы смотрели все наши видео. До свидания!